Здравствуйте, друзья! Друзья, очередной выпуск программы ТТТ. Сегодня у нас в гостях Сергей Танасов. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Сергей Танасов. Кіборг, який захищав Украину на передовій, сьогодні захищає Тереси Березанської громади. Вы сказали о том, что отменили три встречи ради того, чтобы сегодня поговорить со мной. Я вам очень благодарна за это, честно. Спасибо. Я просто представляю, насколько вы занятый человек. И для меня просто огромная честь, что сегодня я так лично с вами познакомилась и поговорим. Взаимно. Сергей, вы киборг, который защищал, я просто так говорю, который защищал нашу страну. И сейчас вы как бы киборг в государственной службе, то есть выполняете какие-то там функции, задания и тоже защищаете уже людей от той коррупции, которая была, есть, будет. Ну, стоять на страже интересов людей. Вы чувствуете на себе вот эту тяжесть, ответственность? Да. Да. Но результаты дают сил. Когда тебе люди говорят спасибо, больше всего это оценка людей. Если они тебя хорошо оценивают, то это тебя подбадривает и хочется идти дальше. Опять же, чем больше трудностей, тем интереснее работать. Было бы все очень легко и накатано, наверное, не было бы так интересно, как сейчас. Наверное, уже сгорел бы. А как, как это, как они вам говорят спасибо? Это вы ездите по районам, они приходят к вам на прием благодаря? Или вы чувствуете? И по району езжу, и на прием приходят. У нас в пятницу света не было, у нас линию 35 киловатт ремонтировали. В принципе, администрация была без света. Поэтому был день посмотреть по структурным подразделениям, пройтись по судзахисту, военкомат зайти. В сейлышную рату зайти. Ну и с людьми, понятно, пообщаться, потому что люди ходят. Ну, интересно очень. И совет дают много. У нас интересный такой, один парень приходил и говорит… На прием приходил? Да, да. И после где-то полгода, наверное, проработал. Он пришел и говорит, ну, видно результат, да, он не сразу покажется, но уже, говорит, много сделано для результата. Причем в лучшую сторону. И у нас на флаге Березанского района два мужчины. Один воин, один аграрий. Он говорит, до вас, говорит, всегда были аграрии. А вы, говорит, первый воин, который пришел и реально чувствуется переменой. Ну, интересно, очень интересно, очень неоднозначно, много интереса в районе. Много трудностей, честно скажу, очень тяжело. Ну, кто как не мы. Надо только вперед. А вы не боитесь, что все-таки глава райдеш администрации, очень большая ответственность и, возможно, какие-то будут провокации, чтобы не заплямывал и вот то имя, которое у вас было, как вас ассоциировали? Хорошо. Давайте так. Сколько людей из армии за 25 лет независимости Украины пришли к власти? Ну, хоть к маленькой, да, но к власти. А чего вы такие вот серьезные должности? Посады, да? Если уже там... Я даже не знаю, в какой области, ну, я знаю, что Николаевская область одна из первых, где воины АТО занимают. Да, да. Мы когда в Кабмине проходили, у нас еще парень был, он, правда, инвалид второй группы, он в Харькове стал в администрации. Был очень... сейчас уже в Киев перевелся в Одесской области. Парень неплохой, очень грамотный, но он... он не был военным, да, но у него родной брат воевал и погиб в аэропорту. Мы с ним поэтому и познакомились. Он моложе меня на полгода. Вот он... сейчас, слава Богу, я не буду просто рассказывать, кто это. Он пост серьезно занимает сейчас в Киеве. Понимаете, мы сейчас... тот толчок, ну, для ребят, которые воюют. Если в жизни ничего не менять, не рисковать, да, стабильностью своей, то ничего не произойдет в лучшую сторону. Ну, как минимум, все вернется на круги своя. Потому что стало плохо. В армии есть такое выражение, ну, такая поговорка военная. Хочешь, чтобы солдату стало хорошо, сделай ему плохо, а потом верни в округи своя. И солдат сразу поймет, что это очень хорошо. Ну, это применимо его к обычной жизни. У нас в политике часто эти манипулируют. Да, да. Это в обыденной жизни у нас вплошь и ряду. Поэтому, чтобы дать толчок, чтобы поверили в ребят, которые воевали, ну, то, понятно, надо вот эту ярмонию нести. И, ну, ответственность не то, что там сто процентов, тысяча процентов на тебе. Потому что, ну, я не знаю, кто через год, через два захочет еще пойти либо в органы исполнительной власти, либо в местное самоуправление. Вот. Есть ребята, которым помог, подсказал по выборам по ОТГ. Вот. Ну, у меня уже был, да, опыт политический. Вот, когда депутаты баллотировался. Вот. Сложный район. Ну, и, я думаю, восьмой результат из 56-ти. Вот. Не имея денег на предвыборную, ногами все, то это результат. Угу. В своем интервью, когда вас назначили главой, вы сказали, что хотите сделать так, чтобы район конкретно Березанский был… Да. Лучшим. А как вы это будете делать? Смотрите, сейчас… Ну, к сожалению, у меня сейчас не все получается так, как я хотел. Вот. Если взять Березанский район, он состоит, по большей части, из двух секторов, да. Один сектор, такая локация – это море, да, и прибрежное. Вы представляете, какие там войны идут за землю? Вы себе даже не представляете. Это… Это очень тяжело и очень… Очень кропотливая работа. Причем сейчас и прокуратура занимается, вот, и мы со своей стороны. Вот. И вторая часть – это весь остальной Березанский район, который должен наладить, ну, как я это вижу в будущем, легкую промышленность. Причем процентов на 80, она должна быть завязана, ну, для начала на береге, на берегу. Вот. Там же есть детские лагеря, база отдыха. И было бы неплохо сделать ставку на экологически чистые продукты. Вот. Чтоб там были эко-кафе, эко-пицерия. Вот. Чтоб было все свое. Плюс экскурсии, которые рядом. У нас очень интересный второй этаж на Краснополе. Там у нас костел есть. Сейчас пытаюсь вести переговоры с польской диаспорой, чтобы его восстановили. Там был один из лучших органов до Второй мировой. Вот. Ну, потихоньку, потихоньку. Вы любите преодолевать трудности? Да. Я читала на Википедии, сразу скажу. У вас немножко в том, что вы кухарь, повар. Ну, это было в школе. Я образование получил еще в школе. И пришли, когда в армии в 2002-м, то хотели работать, планировали. На кухне, да. Но вас заметили за лидерские качества и пошло немножко. Да. Романдирот и сказал, что мне сломают руки. Почему? Ну, если я убегу на кухню. Вот это да. Ну, смотрите, мне интересно было. Это как руки у вас целые. Слава Богу. На кухне убежали. Я не убежал. Нет, конечно. Ну, мне повезло, что я служил с таким командиром. Мы с ним четыре года прослужили. Конотопенко Александр Яковлевич, он уже полковник. Это легендарная личность. Мы с ним четыре года прослужили. Всю мою срочную службу и весь первый, в принципе, контракт. Таких офицеров, ну, очень мало. Ну, даже в других армиях, да. Я часто общался за границей с контингентами из других стран. И такого командира, который стержень такой сможет выковать в человеке, очень мало. Скажите, вы были в миротворческих миссиях. Да. И в Ливии, и в Косово. В Либерии. Извините, в Либерии. И в Рак, и в Косово. В Косово. Да, в Косово. Скажите, разница между военными их и нашими есть? И в чем? С кем сравнивать? С иракской армией? Ну, вообще вот иностранные регионеры и наши. Контингентами, да. Ну, конечно. В любой страны возьмете. Во-первых, ментальность. Менталитет все равно в армии какой-то присутствует. Структура. Это немаловажно. Отношение к работе. К службе, да. Есть чему поучиться и есть чему научить. Я бы так сказал. А чем наши могут научить? Что у нас такого? Хорошо. Мы были в Косово. Разговаривали с американцами. Они когда узнали, что мы год и две недели безвылазно просидели в Косово, они сказали, что мы ненормальные. Во-первых, это морально очень тяжело выдержать. Без семьи, далеко, без отпусков, постоянно работа. И мы выполняли те задачи. Американский контингент, он один из самых сильных, наверное, был из контингентов в Косово. Были задачи, в которых даже они отказывались, а мы их выполняли. У нас был командиром контингента Федоренко. И мы планку очень высокую поставили, потому что мы вернулись. Или через две недели, или через месяц уже пришло письмо оттуда. После этого попросили они вернуть наш контингент в полном составе назад. Потому что выполняли задачи качественно. Никаких нареканий к нам не было. У нас, в принципе, очень много было ребят, которые неплохо, скажем, владели английским. Я сам много проработал, очень плотно с ними. Ну, коммуникацию было нам легко наладить. Плюс они удивились, когда есть новые лагеря, когда контингенты меняются, и надо рассказать о лагере, брифинг провести. То, что мы проводили брифинги, они приезжали. По задачам, какие задачи надо выполнять. По матчасти, которая есть в лагере. По жизни, по питанию. Большой комплекс работы. Знаете, я сейчас на Вас смотрю, Ваши глаза, и я вспоминаю, что, может быть, Вы не помните, но мы снимали с моим коллегой Федором Бондарем Вас, когда привозили выставку «Адский аэропорт». Я не ошибаюсь, может быть, я ошибаюсь, что Вы недавно как раз только вернулись оттуда. И я просто помню, Ваши глаза, они были совершенно другими. Они были очень грустными, уставшими. И сейчас, ну не то, что совершенно другой человек, но другой, другой Сергей Танасов. Ну, Вы же меня не видели, когда я на полигоне с автоматом. Я видела Вас в муниципальной выставочной зале. Что Вам помогло измениться? И изменились ли Вы? В смысле? Не, не изменились. Нет, я имею в виду, как Вы отошли немножко от тех действий. То, что перестал под кроватью спать. Вы спали под кроватью? Ну, немножко. Ну, как и все ребята. И дома? Ну, конечно, первые две недели у всех. Такой адаптационный период после стресса сильного. Вот это надо пройти. Ну, главное, не алкоголя. Не употреблять. Немножко отвлекаться. Попутешествовать, хотя бы с края где-то. В ту же Мегееве поехать. Ну, где-то надо побыть немножко с природой. Даже в Высовске, да? Лучше гор бывают только горы. Горы, кстати, очень сильно лечат. К сожалению, Крыма нет пока. Но горы – это очень позитивно для эмоционального состояния. Вы сказали, что семья помогла. Да. Ну, видно, мне повезло, да, что у меня такая закаленная супруга. Мы с ним познакомились уже после Ирака. Она много моих боевых товарищей, еще иракских, знает. Мы до сих пор поддерживаем связь. Ну, она с пониманием просто ко всему отнеслась. Надо ей дать должное. Спасибо большое. И с пониманием отнеслась то, что Вы были в аэропорту? Ну, никто не знал. Ну, я – да. Вы знали, когда уже фотографии в соцсетях увидели. Ну, это работа, понимаете? Ну, это работа, которая мне нравилась. В данном случае это была не просто работа. Мне кажется, это было просто по зову сердца. Или все-таки работа больше? Или Вы не могли не быть там? Вы знаете, очень хорошо, когда твоя работа – это твое хобби. Понимаете меня сейчас? Нет, чего, я сейчас как раз занимаюсь этим. В данный момент я занимаюсь ко всему. Да, когда Вы идете на работу, и Вы горите, это работа. Вот если у меня были годы между ротациями, когда на Украине за год один раз выходили только на полигон. Ну, вот такая тогда была политика Министерства обороны. Мне было неприятно, когда перестали готовить хорошо молодежь – и снайперов, и гранатометчиков. Ну, просто мы сейчас можем просто углубиться еще с 93-го года. Я могу сейчас анализ проводить, планирование со стороны Российской Федерации разделения Украины. Это с 93-го года. Мало просто кто там говорит, кто знает. Я вообще такой человек коммуникабельный, я очень люблю… У меня жизнь сводит с интересными людьми, которые иногда такое… Ну, были свидетелями каких-то либо бесед, да, либо там нарад, там, ну, знают информацию, такую очень недоступную для большинства вообще. О мистике я хотела Вас спросить. Вы производите сейчас впечатление очень серьезного, уравновешенного и знающего за свои поступки отвечать человека. В одном из Ваших интервью Вы сказали, что Ваш БТР Борько… Да. До сих пор там. Да, до сих пор там. Да, да. И что вот он ломался, когда вот там передаст расстрел, он не ломался, а замедлял ход там… Было дело. Это мистика? Ну, если в него даже грады не попадали, я не знаю. На нем была… На нем даже до сих пор примотана… Уже, наверное, приварили ребята, чтобы не потерять подкову на перекрестке с семи дорог. Семь полевых дорог сходились под Красным Лиманом где-то, в полях. Вот. И у меня, получается, в отрыве были от моего отделения двое бойцов. Они привезли эту подкову. Потому что один из них шел, и так… Они кумовья между собой. Говорит, кум, прикинь, перекресток с семи дорог. Вот и я. И так бьет по грунту и вылетает подкова. Говорит, это знак, надо привезти командиру. Ну, вот так и получилось. Ну, мистика, не мистика, не знаю. Видно, миссия какая-то есть еще. Не выполнена, наверное, не знаю. Даже у машины? Ну, так инструмент, наверное, свыше. А ваша миссия? Какая ваша миссия? Пока еще не понимаю. Быть человеком при любых обстоятельствах. Не стать драконом. Вот, наверное, как правильно. Помните эту старую притчу о драконе? Надо выстоять, а не стать драконом. Ну, вот вышел роман со мной рядом Сергей Танасов. И вот замечательные люди, которые очень много оказали помощи. Сергей являлся главным консультантом моей книги по всем военным вопросам. То есть, если вы там, бронетранспортер, не сможете отличить от БМП, то вот эти вопросы к нему. То, что у БМП у него гусеницы, а у бронетранспортера колеса. Окей? Вот это он такие тайны мне открыл. Я 25 лет работал на войне, а этого не знал. Он говорит, ну чего, Сергей Леонидович, там же колеса. Ну, кроме шуток, он очень много помог с тем, как были вооруженные киборги. Откуда были бронежилеты, у кого были какие каски. Не то, чтобы это все вошло в роман, но вот маленькие детали. Ведь что было важно, я давал им читать каждую главу. Вот я в день писал главу и посылал ему. А он вместо того, чтобы там заниматься какими-то домашними делами, все-таки он женатый человек, он всю ночь читал эту главу. А утром со вспаленными глазами писал мне, это бомба. Я говорю, Сережа, какая на хрен бомба? Ты мне скажи, что там тебе не понравилось? Он говорит, ну вот эта вот мина, она вот так вот звучит, ля-ля-ля-ля-ля. А у вас как-то ту-ту-ту-ту-ту. Я хорошо записал. Потом вот этого пулемета там не было. Не ДШК, Сергей Леонидович, а РПД. РПД и ДШК – это пулеметы Дегтярева. Конечно, никому это все равно в голову не придет сравнивать. Но он пытался добиться абсолютной достоверности деталей. И кроме того, в романе очень много... Я сразу пришел, сказал, люди добрые. Ну, немножко поработал, потом с коллективом собрались. Я говорю, чтобы вы понимали, я никого не люблю, даже себя. Ну, так, чтобы доступно всем было. Говорю, мне надо результат. Я говорю, вот, и очень важен путь, по которому ты идешь к результату. Одни говорят, что главный результат – путь не важен. Важно, путь важен. Потому что, если он грамотный, обоснованный, да, путь, и правильный, то это будет платформой для таких же решений, для подобных. А если там все через ногу ломать, то это неправильно. Поэтому как-то... Вы упомянули, мы вернемся немножко назад, упомянули, что аэропорт – символ для многих чего-то. А для вас чего? Символ – это чего аэропорт? Символ чего? Или что это для вас значит? Очередное испытание в жизни, экзамен. Ну, самый большой... Вы думаете, вы его знали? Как вы сами себя оцениваете? Сколько я понимаю, вы очень требовательны к себе, в первую очередь. У меня был такой момент там, когда мне снайпер бахнул. Там я уже поднялся, все, там искры перестали, кровь повытирал. Ну, и долаживаешь празу, что раненый. И когда на меня старший начальник выходил и спрашивал, там тебе эвакуация надо или нет, я посмотрел на глаза ребят, которые там даже за второго этажа повылазили. Ну, и я, понимаете, такой адреналин по всему зданию пошел. Вот от моего ответа, да или нет, что я скажу? Я уеду или я еще буду пять дней с ними? И когда ты сказал нет, ну, это, наверное, то, что надо. Ну, может, тогда было испытание. Не знаю, ну, много. Да, работа как работа. Вы нигде не светили раньше свою семью? Нет. А сейчас? Тоже. Тоже? Стараюсь. Нет. Семья – это табу. Это мой тыл. Если тыл хорошо работает, его не должно быть видно и слышно. Значит, он хорошо работает. Как обеспечение в армии тыловое. Если о вас не говорят, значит, вы все делаете правильно. Ну, зачем? Супруга у меня вместе с сестру проработала очень долго. Сейчас в Березанке я не могу устроить никуда, потому что скажут, что там коррупция, там где-то всунул. Поэтому чуть-чуть ребенком сейчас занимается. Ребенок тоже там учится. Ну, мне было тяжело. Они были здесь, вы были в Березанке? Первые три месяца до августа. Потом я пошел, записал его в класс. Ну, в школу пришел, говорю, так и так, ребенка записать. Вот, взяли его. Многие там сотрудники, ну, уже не у меня, а у супруги, да, спрашивали, вот, а почему его в этот класс отправили? Ну, знаете, как и везде есть. К одной учительнице, к хорошей, идут все, кто более-менее состоятельные, а ко второй отправляют, ну, всех остальных. Ну, кто не смог как-то так вот, ну, как у нас везде, вы меня понимаете. Вот, типа, почему вы, типа, вот в тот класс пошли, они там, где все? Зачем? Ребенок должен понимать, что он в социуме растет. Окружать его колпаком каким-то, что там какие-то будут не такие дети. Я сам в сложном классе учился, в очень сложном классе. Это опыт, это стержень еще тогда, ну, сейчас стержень делается. Сложности, которые формируют характер, а характер, в свою очередь, и судьбу человека. Да. У меня времени нет сейчас воспитания заниматься. Честно, я очень мало уделяю ему времени. Это плохо. Он говорил вам, что он гордится вами? Да. Он мне когда-то, я приболел, постучал мне по голове, говорит, папа, ты же киборг. Говорит, киборги не болеют. Или там, когда капельница супруга делает, то, о, это что, масло тебе зальтло? Он так шутит с меня. Да, хорошо. Общий язык, я так понимаю, у вас все хорошо находитесь с ребенком. Да, адекватный. А, кем бы вы хотели, чтобы он стал? Человеком. Вне зависимости от того, какую профессию он выберет. Независимо. Пусть сам себе выбирает профессию. У меня отец. У меня с ним не очень хорошие отношения. Мало кто об этом знает, к счастью. Он абсолютно не одобрял. Ни мою, ни то, что я в армии остаюсь. Вообще, что я пошел в армию, не очень одобрял. То, что остался, тоже проблемы были. А когда узнал, что еду в армию, мы, в принципе, это была точка кипения для меня. Ну, надо мой выбор уважать. Ну, как-то так. Знаете, как говорят, если вагончики отрываются, то, значит, им просто не по пути. Скажите, у вас бывают моменты, когда вам тяжело? И что вы делаете? Вот женщины, когда тяжело, они плачут. А вот вам бывает, что накатывают какие-то мысли, какие-то проблемы, что становится просто тяжело? Нужно откуда-то взять силы и энергию двигаться дальше? Сходите в церковь. Помогайте. Ну, не к попу. Не к священнику, к Богу. В церковь и все будет нормально. Верующий человек? Ну, не сказать, что очень набожный, да, но в Бога верю и... Ну, мы сейчас не о набожности. Я говорю, верите ли вы, есть ли вера? В высшие силы, да. Что я чувствую, верю. В дежавю верю. В вечностные верю. Во многое верю. Много информации в такой маленькой голове. Наверное. Не знаю, не меня судить. Как-то так. Сергей, спасибо вам огромное за такое интервью. Но получилось чуть более откровенным, чем я ожидала. Спасибо. Надеюсь, еще раз встретимся с вами. Может быть, при других каких-нибудь обстоятельствах. Может быть, опять за чашкой кофе. Спасибо большое. Все. Вам спасибо. А кафе СТ мы дякуем за затишную атмосферу. Академия. Академия. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...